Привет! В книге дизайн транспортных схем вышли еще две главы в четвертой части Остановки и конечные Обозначение остановок обсуждаем с точки зрения их смыслового восприятия и графических нюансов Кружки, разные соотношения размера и толщины обводки, отношения к толщине самой линии Закрашенные, выколоты, вырезанные, достоинства и недостатки А что если не кружки? Квадратики, черточки, отсечки, экзотические фигуры Лучше ими не злоупотреблять Разрывы, выкусы Потом, конечно, пеньки, важнейшее обозначение остановок Как подобрать размер, в том числе в иллюстраторе Рассматриваем тофтианский принцип минимального значимого отличия Формы пеньков, скругленные, трапециевидные, даже шипы Все это влияет на эстетику Как бы я ни любил пеньки, но они не универсальные Есть две причины для осторожности, связанные с указующей направленностью пенька Если линия сама необычная, хотя бы двойная Возникают свои нюансы и с кружками, и с пеньками И, конечно, отдельная история, это остановки в пучках Показываю, как их рисовать, чтобы было красиво и однозначно Тут тоже есть свои тонкости Особенно, если где-то останавливаются не все маршруты пучка Особое пучковое обозначение, просто тонкие линейки Конечные, это тоже остановки, но особые Это важный ориентир для навигации Много где они имеют особое обозначение Иногда просто из эстетических соображений требуют отличий В случае с пеньками часто делают Т-образные тупики Конечные бывают экстравагантными Если вы подписаны на книгу, идите читайте новые главы А если не подписаны, подписывайтесь Приглашайте своих друзей, делитесь с коллегами И изучайте информационный дизайн Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok